Элементарные два вопроса есть, ответишь? Попробую. Первый вопрос, когда началась Вторая мировая? Второй. И второй, что было на месте современной России, когда распалась Российская империя, но еще и не образовался Советский Союз? Первый вопрос, 1 сентября 1939 года, по поводу нападения Германии на Польшу, есть еще версии о том, что 1937 года в Мюрхенской сговор, это начало Второй мировой войны, когда отдали Чехословакии под растерзание Гитлера. Второй вопрос, когда распался Российская империя, Николай в вторую пользу своего брата отрекся от престола, его брат тоже отрекся от престола, начало существовать временное правительство с Керенским в главе. Вот и все. Отлично. А страна там какая была? Временная правительство? Российская республика она называлась. Российская республика? Да. Ага. О, это уже что-то новенькое. Можешь посмотреть. Загуглим, посмотрите. А вот, это тоже половенькое. Хорошо. Потому что все говорили, вреда правительства, спрашивая, какая там была страна? Не знаю. Российская империя. Российская республика называлась. Российская республика называлась. Вот. А теперь буду знать. Хотя бы кто-то мне подсказал. Отлично. У тебя вопросы есть по истории? Давай. Ты можешь мне назвать дату первой мировой войны? Первая мировая? Я знаю, 14-й год. Судату прям так не помню уже. Угу. 28-го июля началась первая мировая война. Да. 11 ноября 1918 года она закончилась. Закончилась, да. Когда германская империя уже там, началась революция. Там свергли и убили, по-моему, этого императора, по-моему, называлось в то время. Он по-другому назывался, но это по факту. Там воевал Тройский союз против Антанты. Да. Это правда. Так. Что еще? Давай так. Украинская... Украина как независимое государство. В каком году она была независимая? Украина как независимое государство. Украина как независимое государство. Образовалась ровно так же, как и независимая Российская Федерация в 1991 году. Идут после распада Советского Союза. Так как Российская Социалистическая Федеративная Республика развалилась в Советский Союз. Угу. 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 Кто за, кто против, она просто его закончила. И все. Угу. Первый, выше, например, Латвия, Литве, Эстония. Самый. Но они вышли по своей воле. они вышли по своей воле полагается был референдум о том что по всему в сети то есть русскую в том что хотят ли они быть советском союзе к в качестве обновленного государства 80 процентов по моему проголосовали за поэтому по своей воле или нет это уже спорно просто знаешь когда горбачев вывел свои войска из-за восточной германии это все началось это спровоцировала ряда суверенитетов во восточной европе восточной европе сергли коммунистическое правительство почти во всех а потом это спровоцировало то что и прибалтика начала это этим же заниматься когда прибалтика вышла и парад суверенитетов начался и на территории советского союза то есть не европейской азиатской части казахстан там то что станут пакистан в россии украина но россия не выходила из состава советского союза она не была ну не брала независимость лайк как единственного правоприемника с сейчас давай такой вопрос ты считаешь польшу жертвой вот многие кто говорит но кто говорит что больше жертвы польшу там захватили мировую нацистскую германию и советский союз считаю с оккупантами ясно смотри поляки в тридцать седьмом году не захватили чаще по словам еще раз чего поляки тысяча тридцать седьмом году не захватили часть чехословакии чаще их а словаки тут точно не скажу потому что не захватили там селезе была часть их словаки когда гитлер подписал чем берлинам договор о том что не будет вторгаться там не будет расширить вторгаться то есть на восточную европу не будет идти там войну не будет в это все делать заменчим берлин сказал что чехословакию забираю и она твоя польша этим воспользовалась когда гитлер забрал себе всю чехословакию почти польша забрала свои части ли селезии тоже оккупант оккупировала сам-то деле войной войной пошла это первое второе польша захватила часть бывших советских территорий тут не бывшие а это советские территории это вас западная украины западную беларусь советская польская война была это второе и вот что делали поляки в этих территориях знаешь когда западная беларусь и западная украина вошли состав польши западную беларусь западную украину ну почему то давай начнем с того что до второй мировой войны там и у венгров была часть украины и у румунов и у поляков то есть и не только у поляков вот а поляки забрали его у советского союза часть украины когда польши брала независимость у российской империи она началась в свое существование там сформировалась режим юзефа пилсульского который ориентировался на восстановление речи посполитой белого могущества польши это по факту был фашистский режим тоталитарный там все остальное когда они забрали у советского союза части западной украины западной беларуси это было сейчас скажу это было 1119 году и стезю 19 по 2 1921 года то то поляки массово начали полемизировать население украинцев и белорусов внедряли польский язык те которые не хотели учить их убивали и даже религию прививали католицизм рушили православной церкви и строились там католик католические церкви в этих территориях западной беларуси западной украины и когда как ты говоришь советский союз был агрессором захватила там часть польши а именно часть позже это западной беларуси западной украины которые были у польши украинского союза отняты в 2021 году народ западной украины западной беларуси встречала советские советских военных как героев освободители поэтому в этом плане поляки как говорили черчилль это гиены историческими мысли это гиены были то есть они якобы строили себя жертву по факту и мы не были они сами были такими же как нацистской германии только они не убивали то есть может быть еврейские погромы тоже устраивали но и убивали евреев или славян как это сделал гитлер так по всем остальным пунктам не отличались от германии даже сам гитлер высказывался в позитивном случае а юзефа пил сучка вот как считаешь будь здоров родной как ты считаешь странный отрезок времени когда россия вторглась на украину кто оккупант россия или украина давай ответом на этот вопрос будет такой вопрос встречи когда американцы вторгались враг они оккупанты были американцы это твой что ты ответишь на мой вопрос а я промоточник на твой вопрос вот ты отчитаешь оккупант считаешь оккупантами американцев или нет знаешь говорю доставай то ты ответишь на мой так как я поставил а его а потом отвечу главное отвечу я не считаю россию оккупантами потому что россия очень много денег вкладывает в развитие инфраструктуры этих территорий и восстанавливают квартиры и строить новые детские площадки это школы все остальное поэтому оккупация не назовешь нет смотри а не то что она там что-то отстраивает она просто она же прежде чем вот это начало что-то отстраивать она же захватила правильно его сначала как-то захватила давай вот так вот возьмем с такой стороны в четырнадцатом году когда глуп был госпереворот его жир вверх для януковича свергли янукович госпереворот они развергают президента до госпереву когда его оппозиция пришла массово начали разжигать ненависть против россии не массово начало президента никто не свергал что было с президентом он просто убежал потому что смотри что ты понял что я прекрасно понимаю что там было вопрос такой он убежал куда россии он убежал в россию только тогда сказали что он сама сама устранится или все-таки он был на территории крыма в то время украинской территории он сбежал с киева в донецке потом россии выехал об донецк когда он выехал сказали что он самоутвердился и люди уже на следующий день пошли на его дом то есть на частную собственность то есть на его дом есть видео где люди огромной толпой тут на его дом снимает все там даже видно ему его имущество показывают там все его длина лилет есть украине сейчас наверное сейчас найду покажу тебе там у него по моему еще животные какие-то были птицы это все показано в видео первое второе когда он уехал на следующий день сразу же утром сказали что он самоутвердился хотя на этот следующий день он был на территории украины в то время то ли в крыму говорят олив донецке как ты говоришь поэтому знаешь путин уехал краснодар и люди говорят что он самоутвердился и выбираем нет потому что там янукович сам подписал то что он вот давай я закончу свою мысль так как был госпереворот почему я считаю потому что страна масса начала агрессивную политику против россии русофобию разжигать ненависти закрывает российские школы все остальное это назову то есть некоторым людям против их воли начали навязать украинский против их воли начали запрещать все российских там поэтов писатели всего остального а так как был госпереворот и поле страна вдруг поменяла свою политику свою риторику то россия получается освобождает территории украины от этой власти который продолжает политику вот этих вот которые вот в четырнадцатом году пришли и вот как ты знаешь есть то есть украина на не едино общество на самом-само разное да и даже вот диалекты и да между собой менталитет разный например в западной части украины которая была как раз в польше они немножко по-другому мыслят у них там больше там они больше русофобским настроены и когда ты говоришь по-русски почему ты говоришь по русски больше так все таки не все но большинство в восточной части все время говорят по-русски и они все время смотрели на россию всего остального в этом плане когда политика правительство правительстве пришли люди которые ориентировались только на западную украину ориентились только на Европу, властой часть страны сказала, что мы так не хотим жить, мы не хотим, у нас родственники в России, не надо закрывать границы, не надо разжигать ненависти, мы так и будем говорить по-русски, мы так и будем получать образование на русском языке, мы продолжим это делать. Но почему-то ваше правительство в этом увидело угрозу, начала АТО, там все остальное, 5-е, 10-е. АТО начало после того, как вы ввели свои вооруженные силы. Ну да ладно. Смотри, ты читал договор о дружбе и сотрудничестве с Украиной и Россией? Будапештский меморандум? Не Будапештский меморандум, а договор о дружбе и сотрудничестве и партнерстве Украины и Россия. В каком году? Подписан 1997-й, ратифицирован 1999-й. Не читал. Не читал. Там есть такой хороший третий пункт. Я его знаю, но давай, чтоб ты потом не говорил, что я с головы беру. Я тебе прочитаю его прямо. Так. Он у меня уже есть в закладках даже. Так. Значит. Заговор о дружбе и сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной. Так. Статья третья. Самое интересное. Высокие договаривающие стороны строят отношения друг с другом на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления, право народов свободно распоряжаться своей судьбой, невмешательство во внутренние дела, соблюдение прав человека и основных свобод, сотрудничество между государствами, добросовестного выполнения взятых международных обязательств, а также... Это, по-моему, 99-й... Смотри, кто был президентом? Кто был президентом в то время? В 99-м в Украине или в России? Кучма, да? В Украине? В Украине, да. В Украине и Россия тесно сотрудничала и торговала, и все остальное. Кучма была достаточно... Ну, то есть... Больше советским человеком. Я даже видел где-то его высказывания в интернете, что он говорил, что... Вот мои предки, там, мой папа или дедушка, по-моему, воевал за нацист... Не за нацистов, а против нацистов. Я против того, чтобы поставить памятник, например, Степану Бандере в западной части Украины. Но когда приходит Ющенко после Кучмы, он сразу ставит джипангик Бандере. Что это значит? Это значит, что политика государства менялась, президенты все-таки то дружили с Россией, то наоборот не дружили, то какой-то конфликт... Правильно, президенты меняются, и, соответственно, и политика будет... Понимаешь, тут проблема в том, что... Естественно, для любого придет... Когда происходит госпереворот в Украине, и страна начинает яро разжигать ненависть против России, Россия не будет это все терпеть. Это... Потому что Россия находит... Вам до этого не должно быть никакого дела, потому что в договоре прописано не вмешательство во внутренние дела. Это были внутренние дела Украины. Все. Смотри... Зачем вы нарушили договор и вторглись? Когда... Когда... Почему... Когда у вас какие-то протесты на Красной площади были, это не означает то, что Украина должна была вторгиться? Я тебя услышал. Я отвечаю. Смотри, когда был Карибский кризис, или революция в Кубе, когда пришел Фидель Кастро, то тоже американцы сказали, мы уходим, раз уж не хотите с нами сотрудничать, ладно, мы уходим. Но почему-то была операция на заливе свиней. Это вторжение американцев на Кубу. Почему-то Фидель Кастро является рекордсменом по количеству покушений среди ЦРУ. Почему? Они же ушли сами добровольно из Кубы американцы и сказали, мы не будем с вами никак взаимодействовать. Но почему-то они покушение устраивали на Фиделя Кастро, и почему-то они устраивали операцию на заливе свиней. То же самое, как спецоперация, как делает сейчас Россия. А почему? Знаешь почему? Это я и не читал, и не разбирался. Потому что это противоречит национальной безопасности стране. Куба находится рядом с Соединенными Штатами Америки, и она тесно взаимодействует со Советским Союзом. А Советский Союз является союзником, врагом для Соединенных Штатов Америки. Если что-то будет не так, можно с кубинской стороны прям бомбить, например, Америку, вмешаться в американскую сторону, заходить в Америку, понимаешь? Это все можно сделать. Это вот такой вот враг находится прямо перед твоей спиной, например. То же самое Россия хотела, чтобы Украина была союзным государством с Россией, чтобы с Россией Украины были прекрасные отношения. Но нет, Украина уже выбрала свою сторону, выбрала быть врагом и разжигала ненависть против России. Россия тоже не хотела иметь такого государства рядом со своей спиной. Вот и все, вот и все, причина. Ладно, я понял тебя, удачи, всего хорошего. Так, все. Все, у нас бан, у нас бан будет сейчас, поэтому я ушел, ребят. Всем привет. Ровно в 0-0, да? Еще немного и тысячи лайков. Ребята, спасибо большое, давайте тысячи лайков добьем. Марсель, спасибо большое за 500 рублей.